Всем привет! Знаете ли вы, что объединяет знаменитую фамилию Крузенштерн, Мамонтов и природный газ? Ответ надо искать за полярным кругом, на Ямале. Это полуостров. С трех сторон он окружен Карским морем. Коренной народ, ненцы, называют его Край Земли. Климат здесь очень суров. Зума длится целых 9 месяцев. Снег лежит с октября по июнь. Иногда столбик термометра уходит ниже минус 50 градусов. И все же на Ямале кипит жизнь. Белые медведи делают здесь ясли для своих детенышей, а моржи устраивают огромные лежбище. В тундре гнездятся редкие птицы и растут сотни видов грибов и растений. Когда-то здесь жили и мамонты. Одного из них можно увидеть сегодня в Зоологическом музее Петербурга. Ямал богат ископаемыми. Под землей спрятана треть российских запасов газа. Больше 20 триллионов кубометров. Это можно сравнить с Байкалом, крупнейшим источником пресной воды на планете. Добыча газа на Ямале началась с Бываненковского месторождения. Оно одно из самых мощных в мире. Заработает еще одно месторождение – Харасавейское. Каждый из этих гигантов будет давать газ людям больше ста лет. Следующее в очереди – Крузенштернское месторождение. Как вы догадались, оно названо в честь знаменитой династии мореплавателей. Один из них – Павел Павлович Крузенштерн. Полтора века назад он искал во льдах Карского моря проход к Енисею и едва не погиб. Но не беспокойтесь, экспедиция закончилась. Благополучно. Вернемся к богатствам Ямала. Эти запасы – далеко не все, что скрыто в его недрах. В Карском море на шельфе полуострова продолжают открывать новые газовые кладовые. Природа Ямала очень хрупкая. Поэтому главное – это, конечно, экология. Приведу два примера. На Ямале крупнейшие в России поголовье оленей. Они веками ходят по привычным маршрутам. Поэтому на Баваненковском месторождении еще при проектировании для них предусмотрели 22 специальных перехода. И хотя олени очень осторожные животные, через объекты Баваненкова они идут смело и уверенно прежними тропами. Или вот железнодорожный мост Кабаваненкова через реку Юребей. Ширина этой реки не больше 300 метров, а мост через нее получился самым длинным заполярий – почти 4 километра. Почему? Потому что в половоде совсем ненадолго река разливается на несколько километров. И сюда на нерест приходит рыба. Чтобы не перекрывать ей нерестовые пути, для железной дороги построили не традиционную насыпь, а мост. Причем на всю ширину поймы. Кстати, благодаря этому животные могут свободно перемещаться вдоль реки. Так бережная забота о северном крае земли помогает сохранить его чистым и неповторимым. Это все на сегодня. До новых встреч!